Интернет-канал Туируша и компания Туиру представляют! Так, сегодня шеф-поваром буду я. Хорошо. Поможешь завязать? А, сейчас. А что мы будем сегодня готовить? Печенье. А какое такое печенье? Творожное печенье треугольники. Хорошо, пошли. Пошли. Приготовились! Для печенья творожного треугольника нам понадобится сливочное масло, мука пшеничная, творог, разрыхлитель и сахар. Ну что, приготовились? Приготовились! Для начала нам нужна большая миска. Так, теперь нужно сюда высыпать муку. Просто высыпать, да? Да. Теперь творог. Теперь надо это все перемешать. А для чего тогда нам сейчас масло? Сейчас мы его тоже добавим. Интересно. Сахара нам достаточно, чтобы печеньки были вкусные? Да. А нужно, чтобы оно было общей массой, да? Да. Достаточно? Да, теперь масло. Думаю, сначала надо половинку. Теперь смешай. А смотри, а что будет, если муку, творог и масло смешать вместе? Получится так же или что-то плохое? Должно получится тесто. Ну смотри, а почему тогда мы это все сразу не сделали, а по очередности? Ну, чтобы все хорошо перемешалось. Ну что, еще перемешать или все? Добавь еще масло. Хорошо. Ты когда-нибудь готовил печеньки какие-нибудь дома? Мы только покупные делали. Ну, по крайней мере, я не видел, как кто-нибудь готовил из моей семьи печеньки. А ты вообще любишь печеньки? Конечно. Главное, чтобы они были хоть с чем-то, с начинкой какой-нибудь. А что это ты насыпала? Это разрыхлитель. Ну, придает ему какой-то особый вкус. Ну, изюминку. Ну, мне понравилось, как я готовила печенье. Правда, кое-где путалось, как изготовить. Гоша помогал. А потом мы воздействуем миксером, да? О, вот он. Мои силы будут не напрасны. Готовка – это больше женское занятие, но когда попадаются мужчины-кулинары, это выглядит как-то, не знаю, очень странно, но и прикольно в то же время. Может, я буду, чтобы женщина не трудилась так сильно? Вот сюда. Да-да. Тяжело мешать. Я думаю, что это будет долго, пока это все сделается. Просто здесь комочки, из-за этого тяжесть миксера все больше и больше нарастает. Ты видишь, вот этот большой, просто убегает. С мальчиком, мне кажется, удобнее, потому что он, типа, делает у тебя всю работу, ты можешь просто постоять, посмотреть, как это все делается. Вот, как это может быть даже помочь, но основную работу делают мужчины, поэтому это, мне кажется, удобно. Еще или как? Все. Все. Так, теперь надо это все сформировать в один большой комочек. Более-менее она руководила процессом. Ну, это так, коротко. Больше нечего сказать. Давай-ка тарелку возьмем, куда это все складывать. Можно несколько комков или в один? Потом эти несколько комков нужно будет приобретить в один большой, чтобы получилось тесто. Вот. То, что нам нужно. Ты любишь больше кошек или собак? Первое. А мне как-то больше собаки нравятся. Мне просто с собаками как-то не очень. Мурашки по телу, когда они гавкают. А если какие-то большие кошки, что могут сделать? Ну, максимум надо царапать. Все-таки безопасность не помешает. Так, теперь отрываем маленькие кусочки, вот, потому что эти очень большие. Раскатывай их в лепешку и макай сюда и делай из них треугольнички. Слушай, давай скалкой все раскатаем? Давай. Держи. Хорошо. Доску. Вот. Я уже приготовил. Надо это все вводить, собрать и попробовать раскатать все вместе. Вот это все в один комок и его потом вот... Да. Давай на двоих разделим, чтобы побыстрее. Давай. И это нужно все раскатать в одно большое поле? Да. Хорошо. А как думаешь, его долго нужно катать, чтобы все получилось правильно? Главное, чтобы оно раскаталось. Слушай, а может быть взять что-то круглое, чтобы вот так делать? Например? Стакан. И это все для печенек будет, да? Да. Ну вот, у меня вот максимум три получилось. Так, у меня тоже три получилось. Так. А куда остальные делать? Остальные потом можно еще раз раскатать и еще раз делать. И это все туда, да? Да. Вот так макаешь, потом складываешь, еще раз макаешь и еще раз складываешь. Получается такой треугольничек. Может, давай я сейчас эти три сделаю, это докатаю, а ты вот эти свои? Давай. А как ты научилась это готовить? У меня бабушка такое готовила. Потом мне понравилось это печенье, я решила в интернете найти рецепт и теперь готовлю. Что-то у меня как-то не очень получается. Что это за комок? Ну, склеивай его как-то. Хочу опять кружок получить. Надеюсь, ошибки не повторятся. В какой класс переходишь? Так ты седьмой. Я в шестой. Ну что, ставим в печку? Да, давай. Тебе вообще нравится готовить? Да. Тебе какую? Любую. Давай то, что ближе. Сначала нужно постелить бумагу. Все было хорошо, кроме одного минуса. Молчаливость. Практически на все, а на одно слово два. Все. Да, нет. Ну, может быть. Ну, так. Ну, зато хоть какой-то квест, что нужно самому все делать. Это хоть и немного сложно, но очень увлекательно. Особенно, когда я это делаю с сестрой. А со мной не увлекательно. Ну ладно. Спасибо. Я тоже увлекательно с мальчиками первый раз, что-то делаю. Ну, именно готовлю. Хорошо. Мне кажется, ничего не раздражало. Даже все нормально было. Только складывай чуть поближе, но чуть подальше от друг друга, чтобы они не прилипали. Стану весь. Все готово. Так, теперь нужно разогреть духовку. Пять минут хватит? Да. А сколько они пекутся? Если мощная духовка, то минут 20. Если не мощная, то минут 40. Просто я первый раз готовлю на кухне с мальчиком. А так как я обычно готовлю либо одна, либо с мамой, либо со своей сестрой, очень тяжело привыкать к мужским каким-то привычкам на кухне. Так, все, засовываем в духовку. Открывай. Ждем? Да. Вот эти самые, думаю, самые простые печеньки, которые вообще есть. Просто сделать тесто, закатать сахар, сделать эти треугольники и поставить в плиту. Давай, ты достаешь печеньки, а я возьму доску. Принято. Пошло. Крабики. Только не обожгись. Думаю, с этими перчатками все будет хорошо. Ух ты, вот это печеньки. Представляю. И пахнет вкусно. Шеф-повар Вероника приготовила такие вкусненькие печенечки. Ну что, попробуем? Они же горячие. Да, горячие. Давай возьмем лопатку и положим на тарелку. Принято. Так. Я бы хотел с ней еще приготовить. Вдруг из других что-то еще вообще никак не получится, чем с ней. Я же не знаю, что это будет. Мне легче с Вероникой, чем с человеком, который я не знаю вообще. Ну что, шеф-повар. Такая большая печенька. Во, комбо. Два сразу. А может еще одну тарелку? Просто уже не вместе. Хотя ладно. Вместе. Та-дам. Пробуем. Ну что, хоть они все еще и горячие, но сладкие. Вкусно. Угу. Ну что, понравилось печенье? Да. Тебе было интересно со мной? Да, очень. Правда. Точно? Да. По тебе это не было видно. Просто я первый раз готовлю с мальчиком. Ну, хорошо. Как тебе про тест готовки? Все было нормально. Труды нашли удаль. Вкусно. Очевидно же, с сахарами. Что я хотела бы приготовить, если бы себя еще сюда позвали? Например, торт, сделанный с компьютерными иглами. Не, нарисованный. Классно. А я бы суши хотела бы приготовить. Заворачивать. Еще морской капусты. Да. Мама моя это очень любит. Моя мама вторую любит суши. Подписывайтесь на наш канал Той Руси. Ставьте лайки и пишите комментарии. Мы знаем, чего хотят дети.